Американский писатель Говард Лавкрафт известен не только как родоначальник и непревзойденный мастер жанра хоррор. Он также является еще и создателем одной из самых необычных мифологий в современной литературе, известной как мифы к туху. Сам Лавкрафт и его последователи создали великое множество загадочных существ, богов и прочего отродья, которые населяют бескрайние миры. Их произведений. Всем привет, любители мифических животных. О чем же нам может поведать Говард Лавкрафт? Сейчас узнаете. Старцы. Это раса высокоразвитых инопланетных существ. Когда-то, очень давно, именно они первыми пришли из далеких глубин космоса на еще молодую Землю. Свою родную планету старцам пришлось покинуть из-за техногенного кризиса. Поэтому на Земле они не применяли свои знания без крайней необходимости, считая свою собственную прошлую цивилизацию погубной для эмоциональной сферы. Именно старцы в мифологии Лавкрафта создали все живое на Земле, в том числе прообразы человека и обезьяны, которых вывели ради вкусного мяса и в качестве декоративной игрушки. Размножение же старцев происходило спорами, но поощрялось только при заселении новых пространств. Первоначально старцы обладали способностью перелетать через межзвездные пространства с помощью своих крыльев, но впоследствии утратили эти навыки и не смогли покинуть Землю. Шогат — это бесформенные углеподобные пузыри протоплазмы. Именно старцы создали шогатов для выполнения подсобных и требующих больших физических усилий работ. Шогаты не обладали собственным сознанием и под действием гипнотического внушения могли принимать любую форму и выполнять любые действия. Однако впоследствии они обрели волю и интеллект, научили запоминать гипнотические команды и на их основе самостоятельно управлять своей формой. Закономерным результатом этого была ожесточенная война между старцами и шогатами, которые шогаты проиграли, покорившись старцам. Однако в ходе следующей или одной из следующих войн старцы были повержены и шогаты обрели свободу. Гатонуа — центральное мифическое божество воспроизведений вне времени. Известно, что Гатонуа оставили на земле пришельцы Мего с планеты Югод задолго до начала существования человечества. Гатонуа по природе своей бессмертен и обитает в подземелье крепости, некогда располагавшейся на горе Ядитхо, царстве Кна, на исчезнушем континенте Му. Географически эта гора расположена неподалеку от Новой Зеландии. Легенда гласит, что любой, кто увидит древнее божество или даже его изображение, впадет в состояние окаменения. При этом мозг и внутренние органы останутся целыми и будут продолжать физическую активность до тех пор, пока некий внешний фактор не разрушит окаменевшую оболочку. Чтобы избежать пробуждения Гатонуа, люди царства Кна ежегодно приносили в жертву 12 юных воинов и 12 девушек. Их тела сжигались на кострах в мраморном храме у подножья горы, поскольку ни один человек не осмеливался подняться к крепости на вершине горы. Однажды служитель храма Шубни-Гурата по имени Тьюк создал свиток, который должен был защитить его от разрушительного эффекта вида божества и вознамерился войти в крепость. Но жрецы Гатонуа подменили свиток на поддельный, и он потерпел неудачу. Дагон Одно из меньших божеств пантеона, мифов к толху. Дагон и его супруга Гидра являются непосредственными покровителями расы глубоководных, которые почтительно именуют их отец Дагон и мать Гидра. Подобно самим глубоководным, Дагон выглядит как гуманоид с чертами рыб и амфибий, однако отличается гигантскими размерами. Гуги Огромные великаны, обитающие в подземном мире страны снов. Отличительной особенностью является огромная вертикально открывающаяся пасть и передние лапы, раздваивающаяся в локте. Проклятие богов ограничивает их диету ужасными гастами и не дает покидать подземный мир. Тем не менее, встреча с гугом смертельно опасна для человека. Но известно одно, что гуги сторонятся вурдалаков, хоть и превосходят их по силе многократно. Гончие псы Тиндала Как вы, скорее всего, уже поняли, их создал сам Тиндал, один из древних богов. Но после того, как Тиндала утопил Дагон, псов усыновила Шубнигура. Она научила их охотничьим навыкам, хитрости, ловкости, силе и, естественно, коварству. Но через несколько тысяч лет, псов похитил сам Ктулху и перенес их в Рлайх. С тех пор он стал использовать псов, чтобы находить своих жертв. Из-за их связи с пространственно-временными пересечениями, псы могут проникать в материальный мир сквозь угол между двумя любыми плоскостями. Если только они составляют 120 градусов или чуть меньше. Когда Гончия проникает в наш мир, сначала из угла начинает куриться дымок, постепенно сплетающийся в голову, за которой следует и тело. Говорят, что если человек каким-то образом даст учить себя этим созданием, Гончие псы Тиндала будут следовать за своей жертвой сквозь пространство и время неограниченно долго, пока, наконец, его не достигнут. А любознательные путешественники во времени очень сильно рискуют привлечь к себе внимание этих тварей. Легенда гласит, что в черной бездне Нкаи обитает отвратительный и могучий Цатогуа. Про него известно немного, несмотря на частые упоминания в трудах о древних. Внешне же это существо походит на огромную черную жабу, сидящую на троне в темноте огромных пещер, окруженных свитой. По другим источникам, хоть он и сидит на троне, править он не может, так как скован и ждет своего часа. Известно также, что ему поклонялись в Гипербореи, где он когда-то являлся одним из верховных божеств. Находились у него и поклонники среди других рас. Существовал культ в Атлантиде, а также у цивилизации Йотта, известных как Дети Иго. Ктулху Пожалуй, самый известный из всех тварей, созданных Лавкрафтом. Ктулху – это божество, зверь миров, спящий на дне Тихого океана. Но, тем не менее, способны воздействовать на разум человека. На вид Ктулху разными частями тела подобен осьминогу, дракону и даже человеку. Чудовище имеет голову с щупальцами, гуманоидное тело, покрытое чешуей и пара рудиментарных крыльев. Также еще и ко всему он принадлежит роду древних. Ктулху способен воздействовать на разум человеческих существ, но его способности заглушаются толщей воды. Так что подвластными ему остаются только сновидения особо чувствительных людей. В Зове Ктулху сны, напускаемые самим Ктулху, сильно ужасают видевших их и порой доводят до сумасшествия. Ктулху сам по себе инопланетное, совершенно чуждое людской природе существо. А вся история человечества есть лишь миг его сна. Азатот Верховное божество пантеона мифов Ктулху По преданию, Азатот живет в самом центре вселенной, а вокруг него под звуки богомерзких флейт пляшут младшие боги. Среди его эпитетов присутствуют такие, как слепой безумный бог, вечно жующий султан демонов и ядерный хаос. Считается, что он сам не понимает даже того, что сам создает. Азатот Определенно, Азатот – самая чудовищная сущность во всей вселенной. Он не покидает свой трон, но приходит ко многим героям во снах или безумных видениях. И один только звук его имени заставляет их содрогаться от ужаса. Йоксатот Всесодержащий бог пантеона древних богов. Несмотря на то, что самым могущественным из верховных богов является Азатот, Йоксатот находится как бы над всеми. Он назван хранителем врат между мирами не просто так, и является собой физическое воплощение самого мироздания. Йоксатот заперт вне нашей вселенной, он существует одновременно во всех временах и во всем пространстве. Это всезнающий бог, силой своей, едва ли не превосходящий Азатота, а мудростью Йика. В одном из своих воплощений Йоксатот мог даже повелевать времени. К мифам Ктулху сейчас можно относиться совершенно по-разному, но бесспорно лишь одно. Это классика, выдержавшая самое тяжелое испытание времени. С вами был канал Животный Мир. Подписывайся, с нами ведь лучше. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok